Друзья, привет! Среди вас есть много автомобилистов и на канале несколько сотен различных автотоваров. Заказал видеорегистратор с GPS и магнитным быстросъемным креплением, у которого есть несколько весомых преимуществ и свои недостатки. Тестируем, разбираемся, в конце видеоконкурс, погнали! Поставляется в большой запаянной коробке, на которой с передней части красуется логотип бренда DD Pie, а на обратной перечислены характеристики. О них поговорим позже. Открываем коробку. Упаковано, скажу я, на вид достаточно премиально, хотя с учетом того, что регистратор из бюджетной категории, вообще все круто. Если приобретать кому-то для подарка, то вполне вариант интересен. Но главное качество, а это мы и проверим. Что же касается комплекта, то тут все расположено в нескольких коробках. В отдельном конверте инструкция, далее магнитное поворотное крепление с портом microUSB и площадкой, на которой 3M скотч. В следующей коробочке находятся крепежи для прокладки кабеля питания и двухпортовый USB адаптер для прикуривателя с параметрами 1 и 2.1 А на порту. В последнем боксе находится кабель USB-microUSB для подключения питания. Длина его около 3 метров. Также есть две пластиковые лопатки для установки сим-карты. Для удобства использования предусмотрен пульт, с помощью которого можно включать запись принудительно и делать фото. Его можно крепить на комплектной площадке или просто использовать где-то в кармане. Если большинство предыдущих регистраторов, тестированных мною, имели экран и большие размеры соответственно, то эта модель лишена этих недостатков или преимуществ. Для кого что в приоритете? За счет этого устройства получилось очень компактным. Никаких кнопок на корпусе нет. Присутствует только три индикаторных светодиода. С нижней части, как мне кажется, главная фишка этого регистратора – магнитное крепление. Соединяется кронштейн с регистратором быстро, просто и надежно. Магниты держат хорошо и прицеливаться особо не нужно. При этом можно регулировать угол наклона. Предусмотрена небольшая регулировка и по горизонтали. С задней стороны находится резиновая заглушка, за которой спрятан слот под microSD-карту, поддерживая, кстати, до 128 ГБ. И находится отверстие для сброса к заводским настройкам. Перед тестами пробежимся по характеристикам и почему я выбрал эту модель для теста. Видеорегистратор ведет запись Full HD разрешения 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду. Предусмотрена регулировка разрешения через приложение на смартфоне. Установлена матрица Sony IMX322 с светосильным объективом f1.8, что должно давать хорошую картинку в темное время суток. Работает на чипсете HiSilicon Hi351-6C. Угол обзора 140 градусов, цифровой корректировкой искажений и стабилизации. Встроенный аккумулятор на 250 мАч позволяет вести съемку около 10 минут. Встроенный GPS-модуль записывает скорость и данные о маршруте. В этом ценовом сегменте очень мало регистраторов могут похвастаться этими характеристиками, а особенно GPS. Перейдем к тестам. По установке здесь действительно нет никаких сложностей. Подключить и отсоединить видеорегистратор очень просто, а такие размеры позволяют его без проблем переносить в кармане или быстро прятать где-то в машине. Это огромнейший плюс, который может стать основополагающим фактором для покупки многим водителям. И опять же, за счет этого быстросъемного магнитного крепления, то можно этот видеорегистратор закреплять на металлических поверхностях, на капоте, на крыше или в других местах. Либо же использовать то время записи, которое предоставляет аккумулятор и использовать как мини-переносную камеру. Благодаря двум портам USB можно не только подключать регистратор, но еще и заряжать ваши другие устройства. Выходные параметры практически соответствуют заявленным, немножко проседает вольтаж. По управлению все просто. Можно и без смартфона использовать. Вставили карту, включили питание и поехали. Устройство будет записывать файлы в максимальном разрешении в циклической записи. Для расширения возможностей можно скачать приложение из Play Market, называется Umera. Подключаем по Wi-Fi к сети к видеорегистратору и уже в дороге онлайн можно смотреть на экран смартфона или планшета. Там же доступны основные настройки и можно скачивать и просматривать файлы, записанные на флеш-карту. Вечернее время картинка хорошая, но не лучше тех же регистраторов Xiaomi или 360 Dash Cam, которые были в прошлом месяце у меня на обзоре. Но у этой модели другие преимущества. Вот тут, кстати, резкий таксист выскочил на меня, вынудил свернуть на обочину. Резко заруливал в черных очках с главной и выехал на мою сторону. Номера различимы, проблем со считыванием и углом обзора нет. Днем ситуация еще лучше. Тоже картинка вполне приемлемая для этой ценовой категории. Субтитры сделал DimaTorzok Вечером, благодаря светосильному объективу, картинка мне понравилась. Не идеальная, но номера различить можно. Опять же, ксенон, который установлен у Miya, дает сильное отражение и блики. 1, 2, 3, тест, пример записи звука, видеорегистратор, DJPy. Подводя итоги, могу сказать, что денег это устройство своих стоит. Из минусов, не совсем удобное приложение для смартфона, но с другой стороны и без него все записывается без проблем. Также хотелось бы лучше качество звука. На кочках слышны щелчки и треск. Больше всего, конечно, радует быстрый съем и реально компактные размеры, да и комплектация классная. Но есть и минус, в комплекте нет microSD-карты, придется докупать. Можно еще и дешевле купить в целом устройство, если использовать кэшбэк-сервис, проверенный мной. Там есть более тысячи магазинов не только из Китая, но и других городов по России, Украине, Белоруссии. Рекомендую подключиться, а ссылку я оставил в описании. И теперь конкурс на 200 рублей счет мобильного или Kiwi. Для победы самые простые условия. Лайк на это видео, подписка на мой канал и пишите любой комментарий, либо свои мысли, что вы думаете по поводу данного устройства. Итоги через неделю на втором канале. Безопасных вам поездок. Берегите себя. Скоро увидимся. Продолжение следует...